Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на площадке онлайн-проекта «Поговорите с доктором», организаторами которого выступают Оренбургский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики и региональное министерство здравоохранения. Наши гости сегодня – это врачи Оренбургского социально-оздоровительного центра «Марсово поле» Татьяна Юрьевна Начевская и Галина Викторовна Пурясева. Прежде чем мы начнем говорить о проблемах опорно-двигательного аппарата, о заболеваниях его и возможности профилактики этих заболеваний, несколько слов о наших гостях. Галина Викторовна Пурясева – врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории. Окончила Оренбургский государственный медицинский институт. Затем прошла переподготовку по физиотерапии в Российской медицинской академии после дипломного образования. Стаж работы по специальности – 26 лет. Татьяна Юрьевна Начевская – врач-физиотерапевт, врач по спортивной медицине и лечебной физкультуре. Проходила обучение в Оренбургской государственной медицинской академии. Стаж работы в медицине – 25 лет. Первый вопрос Татьяне Юрьевне. Татьяна Юрьевна, скажите, пожалуйста, какие сейчас наиболее распространенные проблемы с опорно-двигательным аппаратом, какие заболевания встречаются чаще всего в наше время? Пожалуй, опорно-двигательные заболевания наиболее распространены. Я бы сказала, повсеместно практически у каждого человека есть какая-нибудь проблема. У кого-то остухандроз, то есть позвоночник, у кого-то артроз, то есть суставы болят, у кого-то спондилез. То есть практически нет людей, у которых бы не было заболевания опорно-двигательного аппарата. К сожалению, да. И плохо то, что это сейчас все помолодело, скажем так. То есть если раньше подростки, дети практически не жаловались ни на какие боли, ни в суставах, ни в позвоночнике, то сейчас, к сожалению, и подростки, и маленькие дети, то есть им приходится слишком много сидеть за компьютером в школе, то есть задания у них онлайн, то есть они выполняют задания на компьютере сейчас, то есть так все это широко распространено, практически не хватает им подвижности в жизни. Ну и, к сожалению, не всегда, наверное, не вовремя, может быть, родители дают понять, что надо бы подвигаться, надо бы какую-то секцию отдать или, может быть, в плавание, чтобы предотвратить возникновение опорно-двигательного аппарата. Да, к сожалению. Галина Викторовна, а вы можете что-то еще добавить? Вот какие вы видите еще причины такого распространения заболевания опорно-двигательного аппарата? Ну да, Татьяна Юрьевна права, сказав о том, что, конечно, гиподинамия является очень таким движимым фактором возникновения этих заболеваний. Следующий, конечно, фактор нельзя исключить, то же самое, наследственность. Наследственность тоже играет очень большую роль, и здесь именно высока ответственность родителей, чтобы вовремя вот это заметить. То есть нужно просто пересмотреть, немножечко посмотреть на родственников, на бабушек, на дедушек, а нет ли там заболеваний из каких-то соединительно-тканных дисплазии в виде плоскостопия, сколиоза, нарушения осанки. И здесь нужно более пристально, если есть эти моменты, нужно более пристально посмотреть на своего ребенка. Затем, конечно, это век у нас техногенный, и мы, в общем-то, очень мало двигаемся. Дорога на работу – это транспорт, поднимаемся на этажи – это тоже лифт. Затем многочисленные гаджеты, которые мы пользуемся как в детском, так и во взрослом – это офисная работа. Вот, в общем-то, эти моменты, на которые необходимо обратить внимание. Тогда еще к вам вопрос, Галина Викторовна. Вот, как правило, обычно, когда пациент обращается с какой-то проблемой, врачи всегда советуют подходить к решению этой проблемы комплексно. Какие бы вы могли включить сюда мероприятия или виды оздоровления вот при таких проблемах? Здесь никогда не решишь чем-то одним. Здесь должен быть комплексный подход. Это непременные условия. И здесь, конечно, очень значимым, очень важным моментом является лечебная физкультура. Это очень мощный фактор, который способен убрать вот эти гиподинамические проявления, которые накладывают отпечаток на течение этих заболеваний. Это очень мощное средство для снятия тех симптомов, которые проявляются при заболевании опорно-двигательного аппарата. Следующий мы применяем, конечно, в комплексе медицинский массаж. Здесь все зависит, конечно, от врача, который назначит именно какой, потому что видов массажа очень много. И здесь, в общем-то, зависит от доктора, от тяжести течения заболеваний, от степени заболеваний и ряда других, от возраста. Здесь врач, в общем-то, назначает то, что считает нужным именно конкретно для человека. Очень широко, очень широко используется физиотерапия. Это всеми любимый метод. И обращаясь к физиотерапевту, здесь ставятся задачи перед физиотерапевтом такие, что... То есть что мы хотим? Цель. Какая должна быть цель? И здесь, в общем-то, мы широко применяем и магнитотерапию, мы применяем лазеротерапию, мы применяем ультразвуковую терапию, мы применяем еще множество-множество комплексов наших физиотерапевтических процедур, которые очень позитивно скажутся именно на течение вот этого заболевания. И то есть помогают нам в комплексе достигнуть той цели, перед которой мы были, в общем-то, поставлены с нашим пациентом, клиентом, гостем. Да, здесь уже тот, кто обращается именно к врачу. Спасибо. Татьяна Юрьевна, я знаю, что вы имеете большой опыт в проведении, в организации, в применении лечебной физкультуры. Расскажите немножко более подробно, в чем уникальность этого метода. Как это, может быть, здесь какие-то секреты, кем-то отличаются от других отраслей медицины? Все-таки это вещь. Ну, пожалуй, тут уникальность как раз в простоте. Это практически может выполнить любой человек, не имея под рукой совершенно ничего. То есть можно инвентарь иметь, а можно и не иметь никакого инвентаря. То есть главное желание, главное проконсультироваться со специалистом. То есть тут, наверное, не стоит обращаться к интернету, потому что в интернете очень много совершенно разных людей. Не всегда это специалисты, не всегда это грамотная консультация, не всегда это хорошо подобранный комплекс. Можно навредить. Лучше все-таки подойти серьезно к этому вопросу, обратиться в лечебное учреждение, проконсультироваться с врачом лечебной физкультуры и спортивной медицины, чтобы понимать, как правильно нужно заниматься в домашних условиях. Инвентарь можно совершенно простой. Мяч, гантели, резиновая лента, эспандер. То есть нет возможности, можно и без этого обойтись. И вот в этой простоте суть, наверное, методики. И самое хорошее, что это всегда стопроцентный результат. При условии регулярности, постоянности занятий это всегда будет результат. Мы, конечно, не берем заболевания серьезные мышечной системы, генетические, которые передаются по наследству, когда мышечная система не развивается как нужно. То есть в этом случае, конечно, ничего не может сделать специалист. Но если это обычный колеоз, обычный плоскостопие, обычный артроз, обычный стаухандроз, то, что есть практически у каждого, к сожалению, ребенка, сейчас и у каждого взрослого человека, то есть все это корригируется. Естественно, чем серьезнее подходит к этому человеку, тем лучше будет результат. То есть противопоказаний по сути нет. Ну, практически. Не брать какие-то острые состояния. Конечно, если он сейчас сломал ногу, то какая лечебная гимнастика, ну, например, или если случился инфаркт сейчас, то, конечно, ему необходима срочная медикаментозная помощь, реанимация. То есть в этом случае, хотя в той же реанимации, опять-таки, есть дыхательная гимнастика. Она необходима, потому что не будет дыхательной гимнастики, будет пневмония, будет тромбоз. То есть уже давно поняли, что и в послеоперационный период необходимо пациента максимально быстро поднимать, иначе это тромбозы, иначе это пневмония, иначе это смерть. То есть ничего хорошего это не сулит. Поэтому движение и в реанимации в том числе это уже есть. Галина Викторовна, а есть ли противопоказания какие-то общие? Я понимаю, что у каждого человека это индивидуально, по-своему решается. Но есть ли противопоказания к физиотерапевтическим процедурам и к лечебной физкультуре какие-то вот такие глобальные, именно абсолютные противопоказания, может быть? Ну да, вы и правильно сказали, что противопоказания есть абсолютные и есть относительные. Относительные противопоказания, как правило, носят временный характер. Зачастую носят временный характер. Связаны они с особенностью состояния человека, с особенностью его заболеваний, вернее, течения заболеваний. Но есть, конечно, и абсолютные противопоказания. Это процесс, скажем, острое течение заболеваний, это повышенная температура, это интоксикация, это тяжелая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации. Это различные геморрагические состояния, то есть кровотечение. Это также есть такие моменты, которые связаны, значит, до радикального лечения онкологические заболевания с метастазированием. И также является, например, при физиотерапии, это, в общем-то, последний месяц беременности. Вот мы, как бы, некоторые методы являются, значит, для физиотерапии тоже, как бы, абсолютным противопоказанием. Татьяна Юрьевна, теперь опять к вам вопрос. Вот существует такое мнение в народе, что если у человека возраста 55+, старше, появляются сильные боли в спине, суставы плохо работают, плохо сгибаются, боли в суставах, то нужно исключить любые нагрузки, обеспечить покой, даже, может быть, какое-то тепло на поврежденную область. Так ли это? Это немножко такой, знаете, провокационный вопрос, я знаю, наверное, ответ, но все-таки скажите. Ну, конечно, нет, потому что тогда мы получим обратный эффект. Да, мы перестанет человек двигаться, ляжет, то есть мышцы у него, если совсем просто сказать, закостенеют, как бывает после перелома, наверное, все это знают и понимают. Да, вот наложили гипс, потом гипс сняли через месяц, и что мы видим? Мы видим отек, мы видим мышцы, которые совсем не могут двигаться. Да, то же самое произойдет и здесь, да, ну, не так явно, как при переломе, но то же самое. То есть мышцы за ненадобностью... Перестают работать, по сути дела. Перестают работать, естественно, кровь нормально натиркулирует, естественно, нет нормального оттока, непритока, это ухудшает обмен веществ. Мышцы перестают двигаться так, как им полагается, а задача мышц, в общем-то, что? Выполнять весь объем движений, который нам необходим в жизни, чтобы мы могли согнуться, повернуться, что-то достать, что-то поднять, то есть обычная наша жизнь, да? И это не должно ограничиваться никаким образом, то есть мы должны это легко выполнять, чтобы не возникли нигде боли, чтобы ничто не схватило, не стрельнуло, не кольнуло. Да, да. Я понимаю, почему существует такое вот убеждение, потому что очень многие подходят к понятию лечебная физкультура с некоторым фанатизмом. То есть вот у меня что-то болит, я, значит, не буду это делать, потому что в моем представлении это какие-то нагрузки такие сумасшедшие. А ведь вы согласитесь со мной, скажете мне, скажете всем остальным, что это же все постепенно, да? Это та нагрузка, которую может этот человек выдержать. Она только потом немножко начинает увеличиваться, так сказать, соответственно, состоянию данного конкретного. Да, вот в этом, кстати, еще один плюс лечебной гимнастики, что она всегда индивидуально и всегда подбирается в таком объеме, в каком человеку состоянии ее выполнить. То есть именно в состоянии конкретный человек. И это не будет какой-то сумасшедший объем, как в спорте, когда нужно выиграть любую цену. Да, да, да. Нам нужно выиграть здоровье. То есть это совсем другое. Замечательно, правда? Давайте мы все запомним. Галина Викторовна, я хотела бы вас, знаете, с чем спросить. Есть ли у вас опыт реализации каких-то комплексных профилактических программ для предупреждения таких заболеваний опорно-двигательного аппарата? Ну, в общем-то, конечно, комплексные программы именно для предупреждения. Здесь мы, конечно, должны понимать, что вообще в основе лежит в этиологии, так как вот по-медицински, в этиологии возникновения вообще заболеваний опорно-двигательного аппарата для того, чтобы это предупредить. Ведь этиология у них у всех очень уникальна. И у каждого заболевания есть свои моменты, но в общем, которые могут, просто анализируя их, можно просто понять, а что вообще за этим может стоять. Это, в частности, конечно, опять же, как повторюсь, наследственность. Затем это гиподинамия. Это когда, в общем-то, нарушаются вот эти вот обменные процессы, когда возникают, в общем-то, что мы же понимаем, 3-5 километров человек в норме должен пройти для нормального функционирования у сердечно-сосудистой, в частности, системы. Здесь следующее, вторая сторона медали – это повышенные нагрузки. Это без, опять же, повышенной нагрузки, без полноценного восстановления и отдыха. Здесь тоже самое – это и спорт, это те же самые занятия на наших приусадебных участках. Это вещи, которые должны быть нагрузочные, но обязательно должен быть период восстановления и отдыха. Здесь, конечно, есть и аутоиммунные заболевания, и какие-то гормональные перестройки. Это как беременность, например, или климактерический период. Здесь тоже, в общем-то, нужно обращать на это внимание. И вот учитывая все вот это, также вот ожирение, полноценное рациональное питание с содержанием микроэлементов и витаминов, и здесь выходит, если есть какой-то момент, который мы увидели и понимаем, что вот по этому моменту мы можем получить или иметь, как бы, возможность работать вот именно с заплеванием у этого человека. И здесь тогда мы начинаем уже думать, что здесь должно быть. Здесь должно быть хорошая профилактическая направленность всего этого. Если есть вес, то, значит, нам нужно работать именно с балансированным питанием и его снижать. Если мы работаем так, что у нас нет на это время отдохнуть, мы должны тоже понимать, к чему может это привести. Это может просто привести к старению хряща. Это старение хряща, появление на нем микротрещин, в дальнейшем которые приводят именно к артритам, к артрозам. Также, если есть наследственные заболевания, какие-то аутоиммунные заболевания, мы тоже должны быть на стороже и понимать, что с этим человеком нужно активнее проводить, например, диспансеризацию. И здесь вот, чтобы выявлять на ранних этапах возникновение таких заболеваний. Если это, опять же, идет какие-то нарушения, дисбаланс гормональный, ну, здесь очень совместная работа с эндокринологами по предупреждению и выявлению, и, опять же, компенсации вот этих вот нарушений. И вот именно этот комплекс, опять же, лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, это те звенья, на которые нужно обращать внимание и не нужно ими пренебрегать. И, наверное, еще и просвещение населения. Ну, санитарно-просветительная работа, она всегда была. А мы, собственно, для этого, наверное, даже и сегодня здесь собрались, чтобы вот объяснить нашим оренбуржцам, объяснить жителям нашей области, горожанам, жителям сельских районов, то есть что это такое. То есть должна быть именно во многом, это все зависит, конечно, отношением к себе. И вот именно здесь, в этом плане, в этом плане, да, вот комплексы должны быть. Себя надо любить, но не жалеть. Татьяна Юрьевна, как влияет своевременное начатое лечение на прогноз при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у подростков? Это же период, когда организм развивается, да, когда изменяется там или укрепляется мышечная ткань, или структура костная. Вот что? Я хочу, чтобы вы родителям об этом сказали еще поподробнее. Мы немножко это и затрагивали в начале нашего разговора, но все-таки расскажите еще немножко подробнее, вот своевременность. То есть, конечно, чем раньше начато лечение, тем быстрее будет результат, и тем меньше вероятности, что ребенка будет беспокоить боли. Что, да, сам по себе сколиоз вроде бы поначалу, когда это какая-то небольшая степень, маленький угол, может и не беспокоить. Но дальше-то идет серьезное нарушение, идет искривление усиливается, угол усиливается, могут страдать внутренние органы, то есть кровоток ухудшается, появляются боли. То есть это уже серьезно. А на что родители должны обратить внимание? Вот как проявляется этот сколиоз, там, да, там, кифоз? Что это, осанку? Осанка, конечно, осанка, но вообще, конечно, надо смотреть, просто спинку смотреть. Потому что, например, осанка, да, если это верхний отдел, то родители увидят быстро. А если это, например, пояснично-крестцовый отдел, то они могут быстро не увидеть. Поэтому все-таки спинку надо осматривать. Рибо регулярно водить на осмотр, да. Если они сами сомневаются, что могут неправильно что-то понять, то, конечно, тогда на осмотр к травматологу или просто к педиатру. То есть он тогда сориентирует маму и скажет, куда идти, к какому специалисту лучше. Если это плоскостопие, то один специалист, если это сколиоз, то другой. То есть, в общем-то, в любом случае, если ничего не делать, будет тоже лучше. Само не пройдет. Само не пройдет, это точно. Это абсолютно. Галина Викторовна, теперь к вам. Сколько времени, по вашему мнению, оптимально должно занимать курс оздоровления или восстановление в оздоровительном учреждении, санатории, пассионате, чтобы был какой-то стойкий результат? Ну, я понимаю, на какое-то время, но вот тоже вот этот временной промежуток этого оздоровления, чтобы немножко оздоровиться. Ну, то есть здесь уже вопрос как бы сам по себе разделяется. Что мы хотим? Если это оздоровление, ну, поднятие, скажем, иммунитета, то здесь, в общем-то, нет четких границ для нахождения или в санаторном учреждении, в пансионате. Почему? Потому что некоторые, например, есть программы вообще выходного дня, например, антистресс. Когда человеку необходимо просто снять стресс. Какие-то СПА-процедуры, какой-то расслабляющий комплекс. И далее, уже сняв стресс, он уже сам может адаптироваться именно к тем условиям, которые, собственно, привели к тому, что его волнует. Здесь, в общем-то, нет таких четких границ. Это зависит именно от человека, от того, что мы хотим. И здесь, образно говоря, как курс лечения, тут здесь от программы выходного дня до недели, до двух недель, это, в общем-то, как бы все. Если здесь мы уже говорим о восстановительном лечении, здесь, конечно, зависит именно, что мы восстанавливаем и после какого заболевания мы восстанавливаем. Конечно, тяжелые хронические заболевания требуют очень комплексного и более длительного подхода. И здесь, конечно, понимаем, массаж, например, это 8-10 процедур, также физиотерапия, также, и учитывая, конечно, возраст. Возраст, например, пожилого человека и возраст ребенка, конечно, здесь уже накладывает отпечаток на то, что адаптационные возможности у них снижены. И то есть вот эти нагрузочные процедуры, которые мы будем нагружать в течение, скажем, 10 дней или даже недели, для них могут быть непосильным, и они обернутся даже больше не лечением, а как бы наоборот, обострением каких-то... Ухудшением в состоянии. Конечно, обострением, ухудшением в состоянии. То здесь мы тоже можем ли мы сразу на него, то есть все эти применить методы, или же мы их должны распределить, чтобы получить желаемый стойкий результат. Здесь, конечно, общий такой вот есть как бы мнение врачей, что тут здесь как бы не менее двух недель должен быть этот курс. Но опять же, с учетом, какое это лечебное учреждение, санаторное учреждение и где оно находится. Татьяна Юрьевна, теперь к вам вопрос о герудотерапии. Я понимаю, что у такого метода лечения довольно много всяческих показаний, но все-таки применяются ли пиявки в лечении болезни опорно-двигательного аппарата? Конечно, конечно, применяются. То есть просто, например, в данный конкретный момент очень сильные боли, очень выраженный отек. И может быть противопоказание к физлечению, например, да, не всегда можно какой-то метод подобрать. Пожалуйста, пиявки прекрасно снимают отек, любой воспалительный процесс, и что самое хорошее, опять же, без вреда. Уважаемые доктора, в завершении нашего разговора я бы хотела вас попросить дать, ну, несколько коротких советов нашим зрителям для того, чтобы вот как им подольше быть здоровыми, активными, что бы вы могли для этого посоветовать? Ну, что хочется сказать. Здоровье, конечно, это очень большой дар, дарованной природой. И от каждого человека зависит, насколько он надолго сохранится. Или растратится, или как бы сохранится на долгие годы. Почему? Потому что ведь 50% вообще состояния человека, это зависит от образа жизни. 20% зависит от наследственности. Еще 20% – это от окружающей среды. И всего 10% зависит от медицины. Поэтому только отношение к себе, только отношением этим мы можем продлить здоровье. Изменив это отношение, мы можем долго и счастливо жить без болезней. Ну, и, конечно, контроль. Контроль за артериальным давлением, контроль за холестерином. Здесь, конечно, и очень активная физическая должна быть активность. Здесь и очень многие моменты, которые способствуют избегать стресс. И, собственно, напоследок, вот как я хочу всегда говорю своим пациентам, нужно любить себя. И если уже возникла какая-то болезнь, то нужно ее уважать. И все-таки будущее у нас за профилактической медициной. Татьяна Юрьевна, у вас есть что добавить? Позитив. Желание двигаться, желание правильно питаться. И следить, то есть диспансеризация, следить за параметрами, которые необходимы каждому человеку. То есть контролировать, то есть, еще раз подытожу, сахар, давление, пульс, холестерин. Суставы. Да, 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 да. Состояние мышечно-связочного аппарата, скажем так. То есть движение, питание, то есть, пожалуй, ничего из этой цепочки невозможно убрать. Нельзя убрать без ущерба. Ничего, абсолютно без ущерба. И, конечно, позитив. Двигайтесь, будьте счастливы, будьте здоровы, все у вас получится, а мы вам поможем. Спасибо вам большое. Итак, выпуск программы «Поговорите с доктором» завершен. Спасибо нашим гостям за содержательный диалог, содержательный разговор. Следите за нашими анонсами. До новых встреч в новых программах. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова